В детстве у него была кличка Мастер, правда, он её очень стеснялся. А спустя годы известный театральный режиссёр Валерий Белякович назвал его актёром античного размаха. Понтий Пилат, Макбет, Полоний, Аристофан, Распутин, Борис Годунов. Более 50 лет он служит театру. Не одному конкретно, а именно театру, как явлению с большой буквы. В кино почти 200 ролей. Не очень больших, в основном бизнесмены, начальники и, конечно, военные. Типаж такой вырваться сложно. За заслуги перед армией ему давно пора присвоить звание маршала. Кстати, маршала Жукова он играл как минимум трижды. Сегодня у меня в гостях народный артист России Валерий Афанасьев. Здравствуйте, Валерий. Спасибо вам большое за то, что вы мой герой. Сегодня у нас такой день особенный. Мы никак не могли начать сейчас программу, потому что Валерий Алексеевич рассказывал про рассказ Лескова «Чертагон». Кто не читал, прочтите про купцов, которые за ночь пропили 40 тысяч, а наутро сидели в ресторанчике напротив Яра, потому что там чай был на 5 копеек дешевле. Валерий Алексеевич так прекрасно это рассказывал, что мы программу еле начали. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Вот уже историю я рассказала одну. Теперь хочу спросить у вас. Ваша история, история Валерия Афанасьева, где и когда началась? Вы в Москве родились? Я москвич, да, 49-го года. Я августовский, 20-е августа, после яблочного спаса. Вот. Мама, папа деревенский, папа из-под Калуги, деревни Рыжково. Мама Подмосковья, деревня Навлянская. Вырос я, в общем-то, в Москве, но и у бабушки тоже село Ям, горки Ленинские, похрам. Детей у вас же трое было, да? Трое, да. Старший брат, сестра, и я младший был. Вы любимчик младший или наоборот? Вот все... Балавня. Отец меня звал Балавня. Балавня, вот. Отец у меня пальцем не тронул. Мама лупила ремня. Да-да, мы жили в коммуналке в одной, 12 метров. На авиамоторной улице до сих пор стоит этот дом, он довоенный. И балкон 10 метров. Братан мне заливал его, значит, зимой водой, я там на валенках... На балконе? На балконе, да. Он с парапетами, балкон такой был. 12 метров. Мама была очень аккуратистка, очень. Она так расставила мебель, я до сих пор помню, как все стояло. Плюс раскладушка. Потом мы получили еще одну коммуналку, это уже на Нагорную улицу переехали, оставив брата в этой вот коммуналке на авиамоторной. Я недавно приезжал туда, фонтан довоенный, все, все. Да-да-да. Я так скупую слезу дал, посмотрел на окошки. А брата нет? Олег мой брат умер в 2002 году. Он был актером, он закончил Щепкинское училище, собственно, был замечательным актером. Мы же москвичи, но он посвятил себя провинции. Они такие, еще волна была целены, понимаете? Вот они, так сказать, еще два таких сумасшедших, они решили построить театр по своему образу и подобию. Они уехали не куда-нибудь, а в Казахстан, в город Павладар. Ох, бать что! И через 6 лет о них заговорили. Они их называли Павладарский эксперимент. И в 60-е, я уже был на первом курсе, в 7-м году в Кремле они приехали с Торрским отчетом. И брата стали приглашать во все театры московские. Ну, не во все, но, в общем, так сказать. А Олег нет. Он любил свободу, ему казалось, что Иртыш, Павладар, это все вот так свободно. А потом он уехал в город Томск, он был такой легендой Томска. И он работал в драме, работал главным режиссером Тюза. Был потрясающий артист. У него было 5 сборников стихов, вот, он был очень хорошим поэтом. А вы же тоже писали, да, или пишете? Ну, я пишу, ну, как сказать, я не считаю себя ни в коем случае, я даже книжечку издал. Такой, знаете, подбор стихотворения, 35 стихотворений, одну маленькую повесть и 16 рассказов. И когда я стихи, ну, как с детства начинал писать, в общем-то, ну, что-то корябло, чудовищное. Даже в юность послал, мне там прислали, что учите там то-то и то-то, и то-то. И больше я этим не занимался, ничего не посылал. Я же спортом занимался, я не думал актером становиться. Какое-то чувство вот это, оно внутри я всегда скрывал. Не дай бог, чтобы кто-то что-то узнал, что я люблю театр. Потому что когда давали вот эти билетики, знаете, в детский театр или еще куда-то там абонементы, я один брал из мальчиков и девчонки. Вот мы ходили. То в Мамхат, то там еще в какой-то театр, и в детский театр, ЦДТ это там назывался. И как бы я скрывал, я никогда не участвовал никаких там на сцену вылезти, там что-нибудь, у елки спеть. Такого не было. В школу вы пошли. Вы там тоже вот всего стеснялись, Валерий Алексеевич? Нет, я не то, что я такой дворовый парень, но я дворовый, естественно. А что стесняться чего, в смысле вот говорить что-то? Ну вот да, 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 вот что там в театр интересно пойти, что заявление. Нет, я про это не рассказывал, нет, не рассказывал. Я был таким же пацаном, как все, понимаете ли, и двор так же, мы же все дворовые ребята. А спортом, вы говорите, я занимал спортом. Это да, это просто, вот сначала я плавал полтора года, потом в четвертом классе я пошел боксом заниматься. Я целый год занимался боксом на четвертый, пятый класс. В пятом классе пришел тренер гимнастику набирать, и меня взяли, взяли, ну так, с трудом, потому что я здоровый. Я для гимнастики, я крупный мальчик. Я до десятого класса, считай, занимался гимнастикой. У меня первый взрослый разряд по гимнастике, но потом я стал возмужать, очень тяжело кресты держать, вот эти все дела. Да, да, да. Понимаете, я ушел, я пришел к своему тренеру, сказал, я ухожу. Но дело не в том, что я пришел-то я уже загоревший с театром, а потому что я помню этот вот бульвар, я помню этот день, когда вдруг, как влюбленность. Хочу, я хочу актером стать. А брат мне все время задавал вопрос. Он говорит, ну ты что, как пойдешь? Я говорю, я вот спортом. Плехамский институт был открыт для нас, для команды вот гимнастической. Они бы так троечки набрали бы. Взяли бы. Да, и был бы инженером холодильных установок. А брат же уже учился, да? Он уже актером был. Он уже актер, на 10 лет старше. В 61-м году он закончил Шепкинское училище. То есть вы видели его... Дипломные спектакли, я ходил смотрел. Да, спектакли и жизни, они были для вас открыты. Это, понимаете, ну как бы я смотрел на это вот с такими широкими глазами, понимаете. Брат играет, диплом, враги, грим. Что это такое? Что это такое? Я говорю, Олег, что это такое? Я пришел к нему в гримерную, говорит, ну это вазелин, понимаешь, что-то надо. Я смотрел грим, для меня вот это какая-то была, понимаете, что-то такое несусветное вообще. Поступили легко? Ну, в принципе, как. Вот я занимался в Зиле, да, я уже там даже роли играл. Там студия была знаменитая. Неменитая, Сергей Львович Штейнок. И вот эту студию я поступил один, был мальчик и 12 девочек. У нас такая группа была 13 человек. Вот, и я грезил только щукинским училищем, почему-то. Вот, и я провалился на первом, там, десятке в первой. Я читал стихотворение Евгения Евтушенко, которое называлось «Соплевый фашизм». Кто мне его посоветовал, непонятно. Из десятки все провалились, никто не это. А потом я пошел в Амхат, и мне сказали, что вам не стоит к нам поступать. Я читал уже Есенина «Исповедь хулигана». И через два дня мне сестра передает вот так вот письмо и говорит, Валерий, тебе письмо какое-то. Я, значит, открываю, там такая записка. «Валерий, придите в школу-студию МХАТ к Петровой». Это Петрова, которая меня слушала на консультации. Там был такой порядок, что с консультацией тебя советуют. Я могу сказать, все, нет. Если в щуки можно пройти консультацию, и как бы хотите, идите, хотите, не идите на первый тур. Я прихожу, она говорит, послушайте, вот это случай, понимаете, случай, бог изобретатель. Она говорит, вы у меня из головы не выходите. Но что вы читаете? То есть она меня вернула, понимаете? То есть ей запала Петрова, Анна Петрова. Она жива, она старая педагога. Она сейчас не работает уже. Вот благодарность ей. Поаплодируйте. Да, да, да. Ну и вот. И в конечном итоге, значит, она посоветовала мне вот это, это и это. И я ничего не нашел. Я пришел, взял стихотворение брата. У него была поэма «Преодоление» такая, кусок такой, социальный какой-то такой кусок. И я ее прочитал. Она говорит, ну вот, идите на второй тур. А на втором я постеснялся назвать фамилию своего брата. Я сказал, стихи неизвестного поэта. На что Карев сказал, ну а известная есть у вас что-нибудь? Я так зажался, говорю, Пушкин, Лера, он-то блок. Он, вернее, он говорит. Я говорю, нет, Есенин. Вот я Есенин читал, мимо денег. Но за мной выбежал человек. И говорит, я проректор. По хозяйственной части. Старик, приходи в сентябре, будешь в рабочем сцене работать. И посмотришь, как, чего, так сказать, и все такое. Но щука я грезил. А еще аттестата не было. Мы закончили бал, выпускной бал, туда-сюда. Думаю, пойду-ка я в щуку запишусь. Но дабы не попасть к этому мужику, которого я читал Евтушенко. И я говорю, вот какая-то женщина принимает там. Я говорю, пойду к женщине. Все это какая-то Захарова. И покажу, сидит маленький человечек. Такой в очках, в таких огромных. Я начинаю читать Приставкина. Она снимает очки, делает так. Я думаю, я ее достал. Такой мелодраматический рассказ. Приставкин, Свет в окне называется. Ну и все. Это оказался мой художественный руководитель будущего. Все. Второй, третий, четвертый этюды. Это Марьяна Рубенна Терзахарова. Царство ей небесное, светлая ей память вообще. Которая во мне увидела, понимаете, вот так сказать. Могла не увидеть. Валерий Алексеевич, на мой взгляд, обладает уникальным актерским дарованием. Он герой. Именно из-за того, что были такие актеры и есть в лице, не побоюсь этого слова, отчастия моего учителя. Возник Шекспир, возник Островский. И Горький мог писать свои пьесы, потому что нужны артисты для того, чтобы все это выразить. И уж если артист может играть так, как играет Валерий Алексеевич, он может сыграть, мне кажется, на самом деле все, что угодно. Я много чему научился, не так, знаете, как дважды два-четыре, а научился в этом смысле отношения к профессии, о том, что можно даже в самом каком-то незначительном мгновении игры вдруг обнаружить и включить всю свою мощь, свой темперамент. Он собеседник великолепный. Сидишь с открытым ртом, вот так вот, и слышишь, что он говорит. Он высокообразован, он прекрасно остро мыслит. Вот. Я рад, я рад, что я знаком с Валерием Алексеевичем. Спасибо, Дима. Спасибо. А в институте у вас стало получаться сразу? Да, 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 да. Ты же Захарова не говорила выгнать его? Да вы что? Ну, нет, нет. Она мне поставила пять с минусом. Почему? Не все силы отдавала училищу. Бегал в свой этот народный театр. Но я не мог оторваться от него, потому что это было, понимаете ли, это... Туда, да. Конечно, для меня, молодого парня, это мекка была. И так что я яростно занимался. И, к сожалению, я, конечно, идиот в том смысле, что я манкировал вот эти всякие предметы, что касается литературы, там, потом я постепенно... Вот первый курс чего-то мне казалось, что только вот мастерство актера, танец, движение, вот это все главное. Мы же пропадали с утра до ночи там. А Марьяна Рубеновна, мне кажется, она меня очень любила, она очень любила. Я был самый младший на курсе, она меня защищала. А после института нужно же показываться в разные театры, правильно я понимаю? Ну, времена-то какие были? Во-первых, распределение было, и были показы. Но мы попали в столетие Ленина, понимаете ли? И нам, до нас дело было, понимаете? И у нас два спектакля про Ленина, и посвященные Ленину. И я насмешил своего ректора Бориса Евгеньевича. Он говорит, ну, какая основная задача? Захава. Да, Захава. Беспокойный старость. Я играл Полежаева Дмитрия Леонидовича в 20 лет. Красил волосы себе белым, понимаете? Вот, когда я пришел недавно в училище, увидел свою фотографию, думаю, ну, мальчик с приклеенной бородой. А мне казалось, что я такой старый, мальчик с приклеенной бородой. Кому-то, Ленину, понимаете? И он говорит, ну, какая основная задача? Вот, сверхзадача, это теоретическая защита роли называется. Да, да, да. Я говорю, ну, как к столетию Ленина? Ага. Иди. К столетию Ленина. Главное, сверхзадача спектакля. Сверхзадача, конечно. Понимаешь? К столетию Ленина. Ну, вот. И у меня была прекрасная там диплома и блоха. Я Платова играл, там, еще в синей тетради. В общем, много чего было. Вот. И я был кандидатом в театр Вахтангова. И я мечтал и грезил. Кащукинский ученик. И мои педагоги хлопали по плечу, говорили, ну, ты наш, ты наш. И я, помнишь, Лезингер провожал до дома. Мы шли после отрывка, там, его провожал. Я мечтал. Я смотрел по 150 раз все спектакли. Более того, Рубан Николаевич Симонов выбрал меня из мальчиков петь в хоре, в живом трупе. Две девочки и я, понимаете? И вот этот курносый цыган ночью я приходил, там, мне окрасили потемнее, рубашку белую давали, носки. Приходил гример отдельно. Я выходил из подъезда и думаю, пусть на меня посмотрите, как будто я молодой артист театра Вахтангова. Иду на работу. Да, я иду или с работы, или на работу. Все это было, все мечты все были. Они разрушились. Я был кандидатом, мы бы показывали в театре Вахтангова. На художественном совете мне уже мои педагоги, которые присутствовали, передали. Владимир Абонатич, я тоже встал, там, сказал, что мы взяли троих артистов такого плана. Они ничего не делают. И будет еще этот... Ничего не делать. Ничего не делать. И для меня шторка опустилась. Опустилась драматично для меня. Я сидел до сих пор, я плакал на Калининской проспекте. Там еще лавочки были, я помню. И Ирка Купченко, сокурсица моя, она говорит, Валер, все, тебя будет, все, все. Я помню. Я говорю, все, я уеду к брату, я все, не хочу ничего, ничего. И никому мы не нужны. И вдруг какой-то Голубовский, какой-то Голубовский, прости, Борис Гаврилович. Но я не ходил в театр Гоголя. Но не ходил я, мы не знаем, что я такой занюханный, театр какой-то. Про него говорили где-то у вокзала. Ну вот. И он приходит на показ. Я играл пятую колонну Хемингуэя, так нога на ногу, вот так сидел, так немножко разговаривал. И мои педагоги говорят, тебя на главную роль приглашают. Сразу на главную роль. Я три дня отказывался, потом все-таки Мариан Рубен обработала меня, как бы по-хорошему, он сказал, Валера, тебе надо играть, тебе надо играть, не надо в массовке ходить, забудь сейчас, ты все вернется, все тебе. Мне надо работать. Ну все. Где-то она меня убедила, я пришел к Голубовскому, он говорит, у меня на вас большие планы. Посмотреть спектакль. Я начал смотреть спектакль. Один другого лучше. И я дал добро, дал добро, и вот, в общем, так сказать, проработал 20 лет в театре Гоголя. Много чего играл, много чего было. Да, вы героев играли как раз. Да все, я и Распутина играл, и Кукушку играл, и социальные герои, и представители колхоза всяких там, понимаете, и одноруких председателей колхоза, и всяких там, понимаете. Вот. И характерные роли, и сказки. Ну все, это как, знаете, прошел хорошую, так сказать, такую школу всего и вся. Потом вдруг в 87-м году Борис Говоревич уходит, и приходит Белякович ставить спектакль. И когда я увидел его спектакль, я понял, что вот это я ждал всю жизнь, этого режиссера. Потому что я все время хотел уйти. Но я уйду, уйду из этого театра. Меня там хотели в театр, в театрской армии оставляли. Театр Пушкина приглашал. Но я все думаю, а зачем мне все это менять, все одно и то же. И когда Белякович пришел, вот тут я понял, что я хочу с ним работать. И я, собственно, в 90-м году ушел к нему. В театр на Юго-Западе. Да, и проработал у него 20 лет. Я ему благодарен, это мой режиссер, это мой учитель всего и вся. Понимаете, после работы с ним мне не страшно ничего. Никакой режиссер. Понимаете ли? А вообще есть страшные режиссеры сейчас? Нет, для меня нет. Нет. Есть хамы, с которыми я не буду работать. Понимаете, которые самоутверждаются на артистах. Вот это сразу. Я так табу и все. Я лучше уйду, я не буду с тобой работать. Но, по крайней мере, до сегодняшнего дня никто, по крайней мере, со мной работой, никто не позволяет себе что-то такое. Потому что тут возникает такой сразу, знаете, энергетическая, ну, я бы сказал, стена сразу. Люди чувствуют, я думаю, что... А вы... Я никогда не спорю с режиссером. Ой, я только хотела спросить, вы гроза режиссеров? Нет, нет, не вы что. Или вы такой прямо артист? Наоборот, я пластичный, как, по крайней мере, стараюсь. Я не спорю с ними. Если ты предлагаешься, ты задумаешься, это твое детище. Понимаете? Даже у плохого режиссера можно чему-то учиться. Даже просто научиться тому, как не надо. Субтитры сделал DimaTorzok Вы понимаете, что современное промышленное хозяйство это крупное инженерно-техническое сооружение. Оно дает в десятки раз больше прибыли, чем вся ваша любая ферма. О, какой! Активный! Да. Ну, не получилось кино. Не получилось. Две серии еле-еле слепили на одну серию. Режиссер ушла, значит, другой режиссер там монтировал это все. И после этого пошла полоса, так сказать, просто... Затишье? Затишье. И я очень много пробовался. Очень. Я очень хотел... Но никогда не брали. Я летал и туда, и туда, и туда. Но почему, не знаю. То ли я... Знаете, я потом сам над собой стал шутить. Я прихожу, а я уже стал возрастные роли в театре играть. Кто-то видит меня возрастным, приглашает так на мужичка сорокалетнего. Прихожу я, а мне 23. Они говорят, ой. Вы, знаете, вы младший брат того героя. Или я по годам меня вызываю, там, 22, мне 23, 24, а я выгляжу уже, так сказать, тут залысиной, понимаете? Уже так как-то я... Нет, это вы старший брат того героя. Старшеватый, да. Да, и вот я пробовался, пробовался. Ну, жить надо было, либо лежать на печке, Тарковского ждать. Ну, я понимаю, конечно, это не годится. Надо было жить. У меня семья, у меня ребенок, мне надо, если приглашают на эпизод... А ведь это, наверное, ужасно, когда ты пробуешься, пробуешься, а тебе все говорят, нет, ты не подходишь. Нет, не подходишь. Это катастрофа. Я приезжаю в Ленинград, на Ленинфильм, пробуюсь, ну, роль моя, ну, просто, да. И вдруг ассистент мне звонит и говорит, Валера, замечательная проба у тебя, потрясающая замечательная. Парень, пришедший после войны в деревню, а там банда. В этой деревне он помогает местному милиционеру. Ну, воевавший парень, который... Кому еще? Утверждают, не меня, утверждают латышского артиста. Понимаете? Почему? Почему? Там другие завязки. Кто-то с кем-то дружит и как-то что-то такое. Ну, я сейчас ни в коем случае не хочу... Нет, все понятно. Да, ну, просто... И таких примеров сотни. Сотни просто, понимаете? А как вы себя заставляли, Валерий Алексеевич, дальше продолжать биться? Я, вы знаете, я понимаю, что, значит, с кино у меня не складывается. Ну, не складывается, понимаете? Нет того режиссера, который меня бы, так сказать, вытащил и сказал, вот хочу только ты. Вот такой вот, с такой мордой, с таким носом, с таким вот этим всем делами. Вот. Ну, не получилось, не получилось. Ходить по Масфильму и напрашиваться я никогда это не делал. Вот. Играл какие-то эпизоды и все предлагали. Ну, вот я хочу посмотреть фрагмент из фильма, который нам очень нравится всем, да? Жизни которой не было. А это ни эпизоды никакие. Да это уже потом. Ну, ты о чем? О том, что тебе денег не дают на постановку? Где это-то? Понятно. Да ни черта тебе не понятно. Потому что ты такой же, как они все. Как мой братец родный, упырь. Вот и фабрикант. Фуд суетился вовремя. Как же был комсомольский бог, а теперь, нате, капиталистик. И сосет, сосет бабки, сосет. А мне плевать, я 20 лет с ним почти не общался и сейчас общаться не буду. Родная кровь. Да нет у меня никакой родной крови. Вся, вытекла. И ты такой же, Нинатька. Прервалась связь времен. И духовность. Все. Духовность. Нам не закончился. О как. Ну, это уже гораздо позже. Ну, вы хотите сказать, что вы в молодости по-другому играли. И были, как сказать, меньшего масштаба. Мы сейчас посмотрели на огромного, большого артиста. Сцена на двоих. Никто не скачет на коне, не машет саблей. Нет вокруг массовки в 150 тысяч человек. И не стреляет никто. Человек сидит за столом, разговаривает о жизни. Скорее сам с собой, чем со своим сыном. И это все сразу видно и понятно. Вот я говорю, вы хотите сказать, что вы в юности так не могли сыграть? Мог. Ну. Знаете, я однажды с режиссером снимался у него. Что я хороший режиссер? Он мне вдруг фотографию берет меня. Какая-то молодая. Он говорит, слушай, почему тебя не снимали? Я говорю, я не знаю. Что, боженька как-то так, так сказать. Я не знаю, Таня, понимаете? Почему не снимали? Я делал все, чтобы меня снимали. Ну, как бы я работал, я поставил на театр. Думаю, театр это театр. Я отказывался. Но отказывался когда? Если у тебя гастроли два месяца, понимаете, Барнаул-Омск. Да, конечно. А съемки в Таллине, понимаете? И роль не главная, ради чего было уходить из театра. Конечно. Естественно, я говорил, извините, извините, для меня театр важнее. И, наверное, я не прогадал. Значит, но сколько боли здесь, это уже только я знаю, понимаете? Для того, что, так сказать, снимают, ну, не тебя. Я не буду сейчас говорить, талантливых, не талантливых. Ну, не тебя. Я могу там, допустим, допустить, что вот режиссер складывает пирамиду, да, вот пирамида, да, так сказать, актерская пирамида в его фильме. А ты, ну, никак ты сюда. Не пролезаешь. Вот хочу тебя, ну, нет в этой, понимаете? То, что ты не сочетаешься с этим, с тем и все. Но это все отговорки внутренние, а боль, она все равно остается от того, что ты не сыграл это, 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 понимаете? Конечно. Вот. Ну, так вот, понимаете? Потом пошли уже, когда я, видимо, набрал какой-то вес другой, в смысле возраста и в смысле это, появились какие-то вдруг рекламы, которые так как-то прозвучало, и вдруг начались приглашения на настоящих полковников. И пошла полоса вот этих военных, понимаете? Понятно. Вот. Давайте послушаем Вадима Шмелева, режиссера «Простых истин». Угу. «Простых истин» у него роль была такая, не сказать, чтобы темпераментная, он играл отца одного из главных героев, и он был не только отцом, но и учителем ОБЖ, это, по-моему, называется, да? Соответственно, это военная выправка, это бывший военный, фактура, голос Валерия. Он был прям абсолютно в тему, правильно? И выделялся из всего ансамбля «Простых истин» такой фактурный, мощный глыб. Это да. Это в кадре. А уже за кадром это добрый, обаятельный, ироничный, самый ироничный, что важный человек. Валера – актер с большой буквы. Сразу почувствовалась его требовательность. То есть, ребята, деньги деньгами, наверное, тут все зарабатывают деньги, но если я пришел делать роль, то я буду делать роль. И я помню, что это в чем-то даже было сложно, потому что ты привык к такому простому течению жизни, а здесь нужно было вспомнить, что ты режиссер, и отвечать на вопросы актера. Это, на самом деле, подстегивало, и это было здорово. И сейчас, если брать не театральные его роли, а киношные, актерские, ну, мне кажется, у большинства в первую очередь приходят его именно военные. Начиная с полковниками, генералами, генералами армии, генерал-майорами и так далее. И Жуков играл. И хорошо играл. Иметь такое амплуа, где он при этом выглядит безукоризненно точно, где ему веришь, в этом. Ну, мало у кого такое есть. А Жуковых у вас целых три, да? Да. Это разные Жуков, или это один и тот же человек в разных обстоятельствах? Ну, да, конечно, один. Но это же я. Это я. Мы сами договаривались с Шпаем, что не играть никакого Жукова, не играть. Это я, предлагаемых обстоятельствах. Понимаете ли? Я со своей фактурой. Я вот сейчас, извините, что я перебиваю. Я хочу, чтобы мы сейчас вот на Жуковых посмотрели фрагменты из картин. Что значит не было времени? Вы что считаете, что немец даст вам время в обстановку входить? Ни один полк не знает ни общих задач дивизии, ни задач соседей по флангам. Я повторяю, времени мало. Необходимо срочно увеличить число высшего и среднего комсостава. Вернуть в строй всех, кто жив. Они в расположении вашей армии, вы обязаны знать. Разберитесь и доложите. Прячут, вскрывают. Кто, почему, приказу. Дезертиры? Кто? Кто главарь? Виновных расстрелять на месте. Валерий Алексеевич, а что вы играть не будете никогда? У вас есть табу какие-то? Один раз я отказался. Отказался. Вот это была история. Она, так сказать, очень... Даже не хочу назвать ее, эту историю. Связанная с Ленинградом, с этим ученым, который убил эту и так далее. Эту свою любовницу. И на телевидении вдруг стали по горячим следам. Да, точно. Я сразу сказал, все, стоп. Это даже вы вообще не обращайтесь ко мне в это. Я даже это... Я могу Гитлера сыграть. Я даже пробовал с Ногитлера. При своей... Да. Была документальная штука какая-то, где Гитлер стоит в пол. Я говорю, да вы посмотрите на меня, какой Гитлер. Они начали подрисовывать мне что-то. Там, понимаешь, там неважно, там крупных планов не будет. Понимаете? Вот. А вот эта история почему-то была для меня просто... А комедии вы любите играть? Ой, да я же комедийный артист. Да? Я же в Щукинском училище. Понимаете, в чем прелесть Щукин? Потому что ты проходишь через всех педагогов с третьего курса. Я всем рассказываю, что такое показ в Щукинском училище. Сначала Кольцов, Виктор Юрьевич. Это акварель. Это Чехов. Это нежные краски. Миленькие. Зачем же ты птичку убил? Я же тебя накажу. А как же? И вот... Вот такая атмосфера. Вдруг... Петр Первый, часы бьют. Бум-бум, Дина Дырин Андреева. И краски такие. Я сенатором пишу. Понимаете? Это же вот такое все. Глаз вытаращен. Потом вдруг, так сказать, Достоевский. Это, значит, психология. Свечи из угла. Да. Шептальный реализм. Понимаешь? И вдруг Шлезингер. Это раз-два-трис. У него была кличка. Раз-два-трис. Это все под музыку. Партию Рояля. Анна Осина Штейнгольд. И ты. и раз-два-три, 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 раз-два-три. Вот и все. И ты проходишь через всех педагогов. И если ты не идиот, если ты хочешь научиться, все же говорят, нельзя научить, можно научиться. И ты возьмешь у этого, у этого, у этого, у этого. Я сейчас играю в Эдевиле, понимаете, в Эдевиле с музыкой, с пением, со всеми делами, понимаете, получаю огромное удовольствие от этого. И рядом Борис Годунов, понимаете? Так что, чего? Вот это то, что мне Марьяна Рубана, видимо, сказала. Тебе надо работать, понимаете? Да, да, да. Она прямо как в воду глядела. Все она правильно сказала. Надо работать. Вот что вы делаете? Ну, я, собственно, и стараюсь. Сегодня уже с утра текст учил. Юрий Беляев. Верный, надежный, крепкий человек. С такими же персонажами, который будет стоять на своей роли, как просто те самые солдатики из Брестской крепости. Я жду, когда Валера получит персонажа буквально из античной драматургии. И когда это будет не с автоматами УЗИ, не в кожаных штанах, не в бейсболках, а когда это будет классический спектакль. Потому что только в таком масштабе может полностью раскрыться то дарование, которое в нем еще не растрачено. Я предполагаю, что там есть ресурсы, настоящего, сильного, трагического дарования, без которого нельзя играть античную дрову другим. Рядом с этим глубоким, трагическим дарованием есть и лирический дар. Лирика – это способность исповедоваться. Для того, чтобы отдавать эмоции, надо где-то брать эмоции. Вот вы где берете? В земле. Есть у меня небольшая дачка, так сказать. И вот я туда еду. Приезжаю, думаю, вот надо покосить, надо покосить. И вот я, значит, кашу, и я всем рассказываю. Я говорю, первая полоса идет, это я ухожу из театра. Это раньше. Вторая – выясняю отношения с главным режиссером. Все время монология. Потом семейные проблемы я начал выяснять. Рисаю, да. Все время решаю, иду, там это все. Потом где-то часам к трем сажусь. Я еще раньше курил, чашечка кофе. Да все нормально. Все, все, все готово. Какие проблемы там? Все хорошо. И ты встал на ноги. Понимаете? Я понимаю, понимаю. Это земля, ты покрасил. Я не очень могу делать какие-то, даже просто не могу, какие-то тонкие вещи. Провести водопровод или там что-то с электричеством связанное. Я могу копать, могу не копать. Так что, не знаю, откуда энергия берется. Владимир Бейлис, режиссер Малого театра. Он очень пунктуальный. У него он должен знать текст. Он должен знать мезансцену. Должен знать во имя чего, все задачи. Он изучает человека, он знает все про него. Поэтому, когда с ним говоришь о роли, он уже вот такие пуды книги, наверное, перечитал, с кем-то советовался. Он готовый к работе. Может играть все. Любую роль он может взять. Он выходит, как на Голгофу. У него такая палитра, что нерастраченного таланта. Только бери, бери его. Он вот те команды. Он никогда не подведет человека. Никогда не его не подставит. Он настоящий актер Малого театра. Я прямо... Спасибо. Мой любимый человек, Майя Михайлович. Считаю, что настоящий актер Малого театра, это прям комплимент. Ну вот они как-то вот почитали, что, говорит, ну ты наш. Ты наш. Ты наш. Как-то так я вошел в этот театр. Как будто все мое, понимаете? Все свое. Я готов отдавать все. А вы вот сейчас самое большое удовольствие от чего получаете? Такое жизненное. От фантазии. Я вообще фантазер. Вот я люблю фантазировать там, понимаете? Вот вдруг вот... А вот что если я в космонавтом буду? Вот туда улетать. Понимаю я. Понимаете? А? Да. Космонавтом или там что-нибудь. Или я в Голливуде снимаюсь. И с кем бы смог бы я с Джеком Николсоном поиграть? Мог бы, да. Или там еще что-то. Вот. Вы знаете, я вам скажу так. Я никогда не отдыхал. У меня никогда не было отпуска в жизни. То есть они были официальные отпуска. Я либо работал, либо снимался, либо ездил с концертами. С театром я много ездил. Я полмира-то проехал чуть-чуть. Я в Японии год прожил. Я объездил всю Японию от и до. Смотреть на все это. Ты становишься таким же японцем, как они. И ты начинаешь кланяться. Угу. Улыбаться. Да, да, да. Ох, ягодземас. Ох, ягодземас. Я ревизора вот этого городичего. Я играл на японском языке. Вот. И Беликоевич говорит, Валер, выучи там фразочку. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам. Ревизора из Петербурга. Какой секретное предписание. И зал сразу аплодирует. А дальше идут уже, так сказать, по-русски там все. Потом еще какие-то фразы. Вот. Так что у меня для Японии такой просто низкий поклон. Она меня вылечила. У меня в 93-м году было такое состояние, внутренний пересмотр какого-то всего и вся. Знаете, как бывает это. Вот. И что ты ничего не сделал в этой жизни. Что ты никто. Да, время упущено. Ну, так сказать, это все, что-то я это. Я уже на Юго-Западе был. И мы ехали в Японию. Два месяца мы были там. Я ходил ночью в пагоды. Они открыты. Там дворик можно сесть. Такие небольшие пагоды там. Все равно неважно, там какая вера. Все равно я сидел и перемалывал, перемалывал, перемалывал все, что со мной происходит. И все такое. И Япония меня вылечила практически. То есть я как бы смотрел на эти облака и на пагоды. Да, да, да. И я очень благодарен этой стране и людям. Уникальные совершенно какие-то люди. Понятно. Спасибо вам большое. А я очень благодарна вам, Валерий Алексеевич, за то, что вы сегодня мой герой. Господи, господи. Были всю программу. Спасибо вам большое. Я желаю вам вот этих фантазий, продолжающихся, и получения удовольствия от придумывания жизни. Это очень важно, придумывать эту жизнь. И я желаю вам получать как можно больше удовольствия от реальной жизни. От работы, от сада, от косилки и от всего на свете. Я это и делаю. Я это и делаю. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Валерий Афанасьев – человек невероятного обаяния и таланта. И теперь я знаю его секрет. Он получает удовольствие не только от того, что делает, но и от самой жизни. И мы, зрители, чувствуем это, находясь и в зрительном зале, и дома, у экрана телевизора.